Сегодня число погибших в ходе вооруженного конфликта на Кыргызско-Таджикской границе увеличилось. По последним данным Минздрава, жертвами инцидента стали 31 человек. Всего пострадало 154 человека. Из 154 пострадавших, по оперативным данным, 121 гражданские лица, 23 человек из силовых структур. Также сообщаем, что в организации здравоохранения города Бишкек спецбортом из Баткена доставлено еще 24 пострадавших. Из них 19 пострадавших госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр, в национальный госпиталь 3 пострадавших, в национальный хирургический центр 1 пострадавший и в один из центров кемодиализа 1 пострадавший. Всего в столицу было госпитализировано 49 пострадавших. Медикаментов и крови для переливания имеется в достаточном количестве. Республиканский центр крови принимает всех желающих помочь пострадавшим. На сегодня, 30 апреля, в Республиканском центре крови в городе Бишкек сдали кровь для пострадавших около 150 человек. Граждане, желающие сдать кровь для пострадавших, могут обратиться по адресу город Бишкек, улица Чингазайтматова, 60, Республиканский центр крови. График работы с понедельника по пятницу с 8 до 14.00, в субботу с 8 до 11.00. Организациям здравоохранения Баткенской области были переданы лекарства и медицинские изделия на сумму 396 797 сомов. Были закуплены более сотни наименований различных препаратов. Кроме того, в Баткен вылетела группа врачей во главе с министром здравоохранения. В Баткене оказывают практическую медицинскую помощь пострадавшим 32 специалиста из города Бишкек, из города Ожи, Таласской области, во главе министром здравоохранения и социального развития Аумхадыром Бишиналиевым. Кроме этого, из Ожского центра психического здоровья выехала бригада врачей из четырех специалистов в составе психиатра, психотерапевта и двух клинических психологов. На сегодня в столице открыт штаб помощи Баткену. Он расположился во дворце спорта. Здесь волонтеры осуществляют прием гуманитарной помощи от всех желающих помочь пострадавшим и эвакуированным в результате конфликта на госгранице. Дополнительную информацию можно получить по штабу помощи Баткену по номерам 0558 98 8888 0705 15 13 00. С момента организации штаба помощи Баткену уже начала поступать первая гуманитарная помощь от гражданского общества и представителей бизнес-структур. По последним данным из Аилок Муту Аксай, Актатыр, Карабак и Самаркандек эвакуировано 6 786 граждан. Людей разместили в домах родственников, а также в гостиницах и школах Баткена. Сегодня эвакуированных навестил первый вице-премьер-министр. По поручению президента Садыра Джапарова Артем Новиков продолжает координировать работу госорганов и местных властей.